До конца октября отгрузка казахстанской нефти через Новороссийск должна выйти на полную мощность. Только к тому времени полноценно заработают все три причальных устройства, через которые на продажу за рубеж уходит две трети всего экспорта черного золота. Напомню, проблемы с его отгрузкой начались еще в марте, после сильнейшего шторма, который вывел из строя большую часть морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Как известно, сегодня на КТК из трех выносных причальных устройств работает только одно. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре этого года. Впрочем, на наши прибыли поломка отразилась не сильно. Во-первых, потому что на руку Казахстану сыграло повышение стоимости нефти. А во-вторых, из-за того, что параллельно с ремонтом причалов, новороссийские и некоторым снижением добычи на Кашагане, у отечественных нефтяников появилась возможность заняться ремонтом своего оборудования. Это продлит его ресурс и позволит в будущем не просто наверстать упущенное, но и существенно нарастить прибыль, идущую прямиком в бюджет.